МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ведущие отечественные специалисты по белому медведю уже во второй раз принимают участие в научно-исследовательской экспедиции «Кара-зима», организованной по заказу Роснефти в арктических морях России. В этом году комплексная экспедиция «Кара-зима-2015» по объему и составу работ стала крупнейшей экспедицией за последние 20 лет. Маршрут атомного ледокола «Ямал» пролегал через акватории Баренцева, Карского, море Лаптевых и Восточно-Сибирского морей. Перед специалистами стояла задача получить новую информацию о состоянии популяции белого медведя в районах перспективного освоения месторождения углеводородов на российском арктическом шельфе. Белый медведь занесен в Красную книгу России. Согласно законодательству России, любая хозяйственная деятельность должна осуществляться без нанесения вреда животным и его ключевым местам обитания. Совет по морским млекопитающим ведет научно-исследовательскую работу по изучению белых медведей с 2008 года. В последние годы в связи с изменением климата и активным хозяйственным освоением Арктики мониторинг популяции белого медведя приобретает особую актуальность. Разработка улучшенной краски для кораблей и подлодок, несущих службу в арктических условиях, занимается в Научно-исследовательском институте полимерных материалов. Речь идет в частности о краске для подводных крейсеров стратегического назначения несущих службу в Арктике. На сегодняшний день для покраски российских боевых кораблей используются исключительно импортные краски финского, американского и китайского производства. Расработанная краска заменит импортные аналоги. Ранее НИИ полимерных материалов уже выполнила заказ Минобороны по производству высокотехнологичных красок, способствующих снижению радиозаметности и шумоизоляции. Северный завоз в Ниницком автономном округе на сегодняшний день выполнил на 45%. Полностью обеспечены топливно-энергетическими ресурсами поселки Харутай, Харивер, села Коткино и Несь, деревни Тошвиска, Чижа, Кия и Щерина. Всего в ходе кампании «Северный завоз-2015» в село округа необходимо доставить 28 тысяч тонн каменного угля и 13 тысяч кубометров дров, более 9 тысяч тонн дизельного топлива, 120 тонн моторных масел и смазок. Ниницкий автономный округ не имеет наземной круглогодичной связи с другими регионами. Доставка в населенные пункты округа дров, угля, дизельного топлива, бензина, технических мазил и смазок осуществляется речным и морским путем во время короткой летней навигации. В Ниницком автономном округе окончены работы по подъему затонувшего судна. Специалисты подняли морскую топливно-наливную баржу, затонувшую в реке Каратайха у поселка Каратайка. Ее вытащили на берег, полностью проверили, пробоин в ней нет. Напомню, во время сплошного ледохода на реке Каратайха сорвало четыре баржи, которые находились на причале лаптошорной зимовки. Одна из барж с остатками дизельного топлива в танках, принадлежащая компании «Север Геофизика», затонула в 40 метрах от береговой линии на глубине около 7 метров. А в начале июня на поверхности реки появились следы нефтепродуктов. Загрязнение было локализовано боновыми заграждениями. Модолазы устранили утечку топлива из баржи. А с 9 июня в зоне акватории реки Каратайха от причала лаптошор до места впадения реки в Баренцево море на неделю вводился режим чрезвычайной ситуации. По уточненным данным регионального МЧС, всего в реку вылилось от 250 до 500 литров дизельного топлива. Ведется административное расследование инцидента. На Ямале обнаружили древнюю мумию. Это произошло в ходе полевых работ на базе археологического комплекса «Зеленый яр» в Приуральском районе. Древнее захоронение может быть датировано XIII веком. В могиле обнаружен отлично сохранившийся берестяной кокон, в котором, по всей видимости, находится мумия человека. Находка подобной ценности первая за три года на этом археологическом объекте. Проверка металлоискателям показала, что в коконе содержится значительное количество металлических изделий. По первым предположениям, это ребенок подросткового возраста. В целом для археологии эта находка – большая удача. Участок «Синские столбы» на реке Синяя в Якутии включен в состав объекта Всемирного наследия «Природный парк Ленские столбы». Такое решение принято на 39-й сессии ЮНЕСКО, проходящей в немецком городе Бонне. В частности, было отмечено, что представленная территория, кроме своей эстетической красоты, имеет особую ценность с точки зрения науки и изучения истории нашей планеты в период Кембрийского взрыва. Включение Синского участка в состав объекта «Наследие природный парк Ленские столбы» позволит усилить его выдающуюся универсальную ценность. Признание территории Синского участка достоянием всего мира – это очень важное и правильное решение. Природа Республики Саха уникальная, но очень хрупкая, поэтому требует особого внимания. «Мы уверены, что это решение оправдает надежды многих и послужит гарантом сохранности включенного объекта для будущих поколений», отметил министр охраны природы Якутии Сахамина Афанасьева. Синские столбы расположены в 200 километрах от Якутска на берегу реки Синья и представляют собой два ряда вертикальных отвесных скал. Скалы имеют различные причудливые формы – столбы, каменные арки, шпили и башенки. На многих из них археологи и местные жители нашли следы древней наскальной живописи. Один из самых северных гранитных памятников установлен в Ненинском округе. В годовщину 70-летия Победы монумент ветерану Великой Отечественной войны появился в Канинской тундре. Он проделал длинный путь по воде из Архангельска до Неси, а к месту захоронения обелиск доставили вертолетом. Внеплановый рейс для села всегда небольшой праздник, особенно, когда он летит в стойбище за десятки километров от Неси. Там у самого побережья Баренцева и Белого морей кочуют бригады двух кооперативов – Восход и Общины Канин. Этот вертолет – шанс отправить родным самое необходимое – продукты, медикаменты, вещи и памятник семье Латышевых. Они отправляются в шестую бригаду, где был похоронен ветеран Великой Отечественной войны Иван Латышев. На небольшом кургане покоятся члены большого оленеводческого рода. Убранство скромное, у ненцев не принято украшать могилы. Деревянный крест с инициалами и датой жизни. На поминки ходят по возможности. Кладбище располагается у сопки Анорха, практически на побережье Баренцева моря. От ближайшей оленеводческой стоянки пять часов езды на упряжке. И из Неси только на вертолете. Раньше, когда еще я в детстве была, в тундре жили, и по этому маршруту наша бригада кочевала. Но, честно скажу, я ни разу здесь не была. Почему-то нас сюда или все время было некогда, не привозили. А так сестра, буквально у них маршрут у четвертой бригады рядышком, проходят, они приезжают, вот они крестик даже подкрашивали. Теперь перед крестом стоит гранитная плита. Ей уже не страшны ни ветер, ни мороз, ни дожди. Проезжающие мимо пастухи всегда поймут разборчивые надписи. Памятник Латышеву Ивану Макаровичу, первый в тундре мемориал, ветерану Великой Отечественной войны. Уроженец Канинской тундры воевал на Втором Карельском фронте, прошел всю войну и получил не одну награду. После демобилизации вернулся в родную Канинскую тундру. Похоронен здесь же, на Ненинском кладбище, где проводят в последний путь всех оленеводов. В год 70-летия Победы небольшой памятник возбысится над могилой каждого ветерана, захороненного на территории округа. В зависимости от даты смерти, средства на установку обелиска выделяют округ или федерация. Всего с 2012 года было изготовлено более 350 памятников. Они установлены в населенных фунтах и в Наринмаре. Теперь в этом списке значатся и сопка Анорху мыса Каниннос. Группа орнитологов из Германии совместно с немецкой телекомпанией снимут документальный фильм о дикой природе Ненинского автономного округа. Ученые и съемочная группа уже побывали на острове Колгуев, где и будут проводить научно-популярные исследования перелетных птиц. Сюжет первой части фильма будет посвящен перелетным гусям, которые зимуют в Германии, а на летний период отправляются на север для гнездования и выращивания птенцов на острове, омываемом Баренцевом и Печорским морями. Институт географии Российской академии наук совместно с Институтом орнитологии Макса Планка проводит орнитологические исследования на острове Колгуев с 2004 года. В округе обитает порядка 150 видов птиц, большая часть которых гнездится на территории региона. Самыми многочисленными являются стаи гусеобразных. Через территорию Ненинского округа проходит восточно-атлантический миграционный путь птиц, гнездящихся в восточноевропейских и восточносибирских тундрах, зимующих в странах Европы и Африки.